Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. По прошествии выходных фокус внимания трейдеров, инвесторов и общественности все еще прикован к распространению вирусной инфекции, которая охватывает все больше и больше городов. Появилось много сайтов, которые позволяют в режиме онлайн мониторить ситуацию с распространением вирусной инфекции. Я думаю, что многие из вас уже с некоторыми из них познакомились. Но статистика, друзья, в целом пугает. Это самая настоящая эпидемия. Количество инфицированных уже около 20 тысяч, смертей больше 400. Есть даже проекция на то, как ситуация будет развиваться дальше, если темпы распространения останутся прежними. Но я думаю, что сейчас не буду клонить к какому-то судному дню и к тому, сколько в итоге жертв будет у этой инфекции. Также, если кому интересно, можете посмотреть. Я думаю, что очень много информации в открытом доступе. Мы смотрим на вирус с точки зрения влияния на финансовые рынки. И, как я и говорил, неделю и две назад, друзья, пока ситуация вокруг распространения вирусной инфекции, да и в целом сам вирус не будут локализованы, пока мы не найдем повод говорить, что пик, опять же, роста распространения географии масштаба миновал, и сейчас все идет на спад. Мы будем возвращаться к идее повышенного спроса на защиту. То же самое также сейчас это актуально и в начале новой торговой недели. Азиатские площадки открылись сегодня после выходных дней китайского Нового года, сокрушительного обвала, потеряв около 10%. Я думаю, что такая динамика будет преобладать и дальше. Очень много статей от крупных инвестбанков были опубликованы в эти выходные с точки зрения оценки последствий влияния распространения вирусной инфекции на мировую экономику. И сейчас считается, что даже если вирус вот с сегодняшнего дня пойдет на спад, его последствия все равно будут сопоставимы с финансовым экономическим кризисом 2008 года. Если же ситуация с вирусом затянется еще на месяц, другой, как это было с атипичной пневмонией, то тогда мы будем констатировать неизбежный спад мировых фондовых рынков процентов на 20. Как это отразится на стоимости сырьевых инструментов, я думаю, вы все прекрасно можете догадаться. Поэтому на этой ноте предлагаю перейти к нефтянке, которая сейчас котируется по бренду на уровне 56.48, при этом лоум, который был зафиксирован также в рамках текущей торговой сессии, это 55.79. Уровень 55 значился как наша цель. Я абсолютно был уверен, что мы до него доберемся. Учитывая, как сохраняются пессимистичные настроения на рынке, учитывая, как участники рынка осмотрят нерадужным образом на перспективу риска и на мировую экономику, темпы ее роста, я думаю, что, друзья, нефтянка преодолеет уровень 55 долларов за баррель и пойдет ниже. Китайские промышленные предприятия, их работа приостановлена до 10 февраля, возможно, продлят еще период этих вынужденных каникул вкупе с падением потребительской активности на китайском рынке. Ранее мы считали, что это отразится на ВВП Китая потери в 1%, сейчас, я думаю, что можно говорить уже о потере больше, чем в 1,5%. Нефтянка снижается, поскольку очень сильно падает спрос на углеводороды. По текущим оценкам это уже минус 250 тысяч баррелей в сутки. Основные потери пришлись на авиационный керосин, поскольку фактически весь Китай находится сейчас в вакууме, под куполом. Авиационные сообщения прекращены, границы закрыты. И до какого дня, до какого периода все это будет продолжаться, друзья, очень трудно сейчас прогнозировать. Я думаю, что в рамках этой недели, к сожалению, ничего не изменится. Но ситуация может усугубиться. При всем уважении к ОПЕК, вряд ли ему удастся стабилизировать ситуацию в плане спроса и предложения. И уж точно вернуть оптимизм в отношении будущего рынка углеводородов. Поэтому давайте использовать текущую ситуацию. Потенциал снижения бренда по-прежнему сохраняется. Евро против доллара 1,1083. Предлагаю сделку селл-стоп с уровня 1,1070. Европейская валюта в пятницу очень неплохо выросла. При этом данные по экономическому росту, когда ВВП еврозоны просил с 1,2% до 1% и данные по индексу потребительских цен. Базовая инфляция снизилась с 1,3% до 1,1%. Эти отчеты были проигнорированы. Неправильная позиция и подход трейдеров, поскольку такая статистика, разумеется, приближает нас к неизбежности дополнительного смягчения монетарной политики. Важно, друзья, чтобы вы прекрасно понимали, что евро на этом фоне будет позиционно ослабеть. Единственная причина, по которой европейская валюта выросла, это снижение индекса доллара в пятницу, поскольку кто-то из крупной шеи решил навалиться идею потенциального скорого смягчения монетарной политики Федрезервом. Но, друзья, вряд ли о снижении процентной ставки мы будем говорить в этом квартале в США. И я абсолютно уверен, что с учетом всех тех рисков, которые сейчас сохраняются на рынке, они компенсируют, разумеется, слабости доллара тем, что доллар укрепит свои позиции как защитный инструмент. А на фоне роста, разумеется, американской валюты, евро будет слабить. Сегодня у нас данные по производственной активности еврозоны и крупнейших европейских стран. Уверен, что они также разочаруют о слабости, если мы снова поговорим завтра. Евро уже снижается, я думаю, что возвращение к отметке 1.10 – это вопрос ближайшего времени. Фунт против доллара 1.3165, здесь также сделка селл-стоп с уровня 1.3040. Англия вышла из состава Европейского Союза, теперь наступил и начался переходный период, который продлится до конца 2020 года. Очень много воды, еще, друзья, много будет неопределенностей соответствующего давления. Предлагаю держать пока короткие позиции и ждать, пока фунт все-таки доберется до цели, обозначенной ранее на уровне 1.28. Австралиец против доллара 0.6702. Считайте, что сейчас очень хорошая возможность продать, допродать австралийца. Впереди решение по процентной ставке, а также о комментарии Филиппа Лоу, который даст оценку последствиям лесных пожаров и распространения коронавирусной инфекции на австралийскую экономику. Это все в ближайшие дни, я думаю, что при раскладе неизбежного подтверждения негатива, негативного воздействия на австралийскую экономику и снова повышения шансов на смягчение, политики австралийц завершат эту неделю ближе к уровню 0.66. Доллар канадец 1.3241, темп экономического роста ВВП. В целом порадовали 0.1 с минус 0.1%, но участники рынка на статистику не обратили никакого внимания, потому что в отношении канадца сейчас определяющим катализатором является нефть. Нефть снижается, вот, пожалуйста, и канадский доллар также ослабеет. Золото, друзья, стремится к новым максимумам. На текущий момент по золоту мы констатируем уровни 1580. Я думаю, что в ближайшие дни увидим и планку 1600. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.